Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, это игра средневековая династия и счастливый будущий, я надеюсь, отец Громбал, который вместе с Людвикой ждет своего будущего наследника. Именно это и является целью данной игры, чтобы мы могли продолжить наш род. Но в ожидании это действие, которое по моим подсчетам должно произойти где-то в конце весны или начале лета, поскольку 9 месяцев все как в реале должно это дело функционировать. У нас осталось главное задание по основной сюжетной миссии, это получить, конечно же, наследника и получить репутацию династии. Как вы видите, осталось совсем немножечко, всего 45 очков. Я вот собираюсь ее, конечно же, добить и плюс к рождению этого наследника, наконец-то, привести наше поселение в полный порядок, чтобы уже сделать нормальное ограждение, заборчики, все было красиво. И когда появится сынишка, я надеюсь, будут бегать здесь и радоваться. Что ж, давайте это и будем делать. Как мы можем добить репутацию династии? У нас для этого, в принципе, все имеется. У нас есть два дополнительных побочных квеста. Один, который может дать 20 репутаций династии, второй 30. Плюс, друзья, у нас есть еще, конечно, история Алвина. Хотя нет, в принципе, да, он репутацию не дает, но, оказывается, выполнить его можно благодаря нашему подписчику. Но вначале давайте все же добьем таки репутацию династии. Что у нас осталось? 6 мяса, 2 ягодки, восстановление дома и здесь 21 полено и 16 штукатурки. Давайте сразу с голодными ртами разберемся, чтобы точно там люди не умерли с голода. 6 мяса должно быть вообще совсем не проблема. Да, как вы видите, у нас мяса просто куча. Имеется раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот есть. А где же взять ягодки? А вот проблема с ягодками есть. Знаете, в чем проблема? Потому что именно сейчас сезон, как вы понимаете, осень. А ягодки появляются только весной зеленые, летом спелые и собрать их осенью уже невозможно. Но есть у нас небольшой лайфхак. Я надеюсь, после моего перезахода и отсутствия в игре несколько дней, это как бы все сохранение осталось. Свои ягодки я продавал. Продавал здесь то ли Сабимиру, то ли еще, как я там забыл, как его называется, Юнигосту. Точно, Юнигосту. И мне сейчас, вон, Алвин, вот Юнигосту. Нужно найти тому, кому я продавал и выкупить назад буквально пару штучек. А вот, вот мои ягодки. Вот, посмотрите. Давайте одну и давайте вторую. Кстати, иконку монет изменили, как вы видите. Вот так она теперь выглядит. И теперь весь наш тоже получается лут. И наши умения тоже отображаются вот с помощью таких вот превьюшечек. На превью монетки поставлен герб этой игры, герб среднего династии. Так, посмотрите, у нас уже все имеется и можно сдавать этот квест. Но, чтобы сделать это, скажем так, вместе, совместно, сделать, сбегать по-быстрому и пробежаться по маршруту, сдать все доступные квесты. Один у нас есть в Брайнике, как вы видите, один Джерика, Джерика, Джесерика, короче, не важно. Давайте еще и наберем то, что нам нужно для второго квеста. А для второго квеста нам понадобится, так, подожди, подожди, восстановление дома. Смотрим. 21 полено, но это будем рубить, конечно, по месту. 21 мы не дотащим за один раз. И 16 штукатурки. Штукатурка где-то у меня была, поскольку она мне не понравилась. Вот таким вот образом дом мы не замазали. И, в принципе, жители этого дома, если честно, счастливы больше. Посмотрите, вот по 65% это у двух, Дровосека и Охотника. Именно они живут в этой мазанке, если так можно выразиться. А у моей женушки-то репутация, и это что-то падает. Чуть-чуть, и она недовольна. Было 59, стало 57. Так вот, вот эти два красавчика наших парня живут вот здесь. Им все нравится, но на вид это как-то выглядит убого. Поэтому остальные домики я не мазал. У меня есть план, чтобы это сделать. Лучше уже сделать каменные стены, и тогда, возможно, это будет смотреться получше. Так, что я хотел? Подождите, я хотел штукатурку. Штукатурка, штукатурка где-то у меня 100% было отложено. Но вот только найти бы это где, я бы тогда еще с удовольствием. Так, о, штукатурка 19, а нам нужно было сколько? 16. Она довольно много весит, но я думаю, дотащим. Так, 16 штук, 12 килограмм. Взяли, взяли. Можно поставить, так, подожди, дневник, дневник, восстановление дома. Вот так вот, квест. Ну и остается все, 21 полено. Давайте возьмем с собой просто несколько топоров, чтобы мы могли это нарубить по месту, эти поления. И можно, в принципе, отправляться в путь. И открыть так, что у нас есть каменная стрела, простой факел, деревянная лопата, каменный топор. А сколько у него там процентов? Один 46, другой 58. В принципе, я думаю, этого нам и хватит. В принципе, все. В принципе, все. Можно 100% уже отправляться в путь. Лишнего здесь мы, я так смотрю, ничего вроде бы не берем. Большой лук оставляем. Так, ну да. В принципе, вот это все можно попродавать. Будет за какие-то копеечки. Палочки можно сюда выложить. И все. И 2000 монет есть. Хорошо, друзья. Отправляемся в путь. Как мы и куда мы отправляемся? Ну, конечно же, будем отправляться сдавать все доступные квесты. Вот этот квестик у нас получается сдавать где? Аж вот здесь, в самом низу. А в баранике что у нас? Наверное, там в баранике голодные рты. Значит, начнем лучше, наверное, с него. Вот в ту сторону. Да, точно, вот с него. Вот туда и отправляемся, накормим семью, чтобы она там не голодала. Короче, наш путь в баранику. Я здесь. Девчонки, кто заказывал еду? Геральда, вроде бы ты. Да, это справедливая плата. И самое главное, плюс 20 репутации династии. Проверяем, сколько у нас теперь осталось. 4 975. Осталось всего 25 очков. Это фигня. Тем более, у нас все для этого готово. Переключаемся на восстановление дома. И вот с самого низа, вернее, с самого верха, нам предстоит, друзья, бежать в Джессерику. Но по дороге я предлагаю заскочить в лестнику. Там есть одно очень важное дело. Что ж, вперед, отправляемся теперь туда. Я здесь. Нахожусь в лестнике. И вы думаете, а что я здесь делаю? Квестов нет, заданий нет. Зачем сюда прибежал? Буду проверять инфу. Очень ценную инфу, полученную именно от вас. А точнее, от нашего подписчика. Правда, мне нужно найти продавца, которого я пока что здесь не вижу. А вот, Джизела или Гизела, иди-ка ты сюда. Поговори. Ну что, вот сейчас вот и будет момент истины. Ну посмотрите, просто красавчик. Роман, Роман, огромная благодарность. Друзья, что произошло? Объясняю. У меня вот этот квест, который принести лук Алвину, висел уже сравнительно давно. Я на нем спотыкнулся, потому что не мог принести изогнутый лук. Сама технология разблокируется очень далеко. Посмотрите, на кузнице номер... Даже не два, наверное. Подожди, а где же она разблокируется? Вот, охотничий домик и здесь изогнутый лук. Кстати, что у нас с локализацией произошло? Посмотрите, что-то слетел рекурсив бов. Ну да ладно, короче, до этого мне не добраться. И стоит она полторы тысячи. Я и думал, даже если будет у продавца, то он будет минимум стоить полторы тысячи монет. Но монеты я готов был заплатить, но нигде этого лука не нашел. И вот Роман, Роман, нашел таки этот лук и написал сообщение. Большое спасибо, Роман, Роман. Иногда инфа от зрителей может быть настолько полезна, что может дальше продвинуть прохождение игры. Поэтому коллективный разум всегда лучше одного. Большое спасибо всем за наше совместное интерактивное прохождение. А Роману, Роману двойной респект. Вот он, друзья, изогнутый лук. Кстати, по идее, по идее, усовершенствованное оружие дальнего боя для охоты. Нужны стрелы в колчане. Так как мы его делать не можем, я предлагаю вообще купить два лука. Один мы отдадим. Хотя, возможно, нам Алвин потом его вернет. А вдруг нет. А вдруг да. Ладно, давайте купим на всякий случай второй. Свой продадим за 71 монетку. Вернем таким образом хотя бы часть товара, что здесь у него есть. Но все остальное стандартное. И таким образом приобретем пока что у нас самое мощное оружие, которое может только у нас быть. Так, подожди. Изогнутый лук поставим на четверочку, да? Вот так вот. Пусть будет. Все. Ну, давайте на него посмотрим, как он, собственно, выглядит на четверочке. Вот так вот. Необычно. Интересно выглядит. Отлично. Большое спасибо. Еще раз, Роман, Роман. Значит, с этими делами мы управились. Потом Калвину вернемся и отдадим. Ну, а теперь уже продолжаем бежать именно вот сюда. Джессерика. Чтобы там выполнить квестик и получить, наконец, свою заслуженную репутацию династии. Ё-моё, когда уже наконец-то ведут коней? Если бы у меня не был прокачан талант, тогда бегать по всей карте, как Сайгак, было бы вообще проблемой. Но, тем не менее, и так уже запарился. Я здесь гасать. Кстати, это самое крутое поселение. А работнички не очень. Мне не хватает одного парнишки. Нужно будет где-то подыскать, чтобы уже полностью экипировать свое поселение. Всем во все доступные... Так, где-то справа. Подожди. Во все доступные домики. Он что, где-то рыбачит? Где-то в лесу? Где-то в воде? Ты что там ходишь? Ты что забыл? Вы посмотрите, ходит-бродит. Мы такого одного аквалангиста уже встречали. Но он еще и попался именно квестовый. Ты что делаешь? Ааа, друзья, это же добавили копье. Новый рыболовецкий копья. И вот такими нифига себе здесь прям насадочки. Ними типа можно ловить рыбу. Что смотришь? Где рыба? Есть рыба? Вроде нет рыбы. Так, давай поговорим. Вот некоторые материалы, которые вы хотели. Остальное я доставлю позже. Так, это мы ему добавили, друзья, 16 штукатурочки. Ну, а теперь начинается рутинная работа лесоруба. Но все не так плохо, потому что у меня есть один очень активный, полезный талант. Вот как он работает. Скорость рубки в течение 10 секунд суммируется на х. Слева внизу он появляется в виде зеленой такой полосочки. Поэтому, конечно, вот там вот мы можем рубить быстро. Главное, вот я не успел неправильно. Сейчас вот так вот рубим ель. И пока она там не упала, вот в течение этого времени нужно дальше рубить дерево. Скорость рубки деревьев увеличится. В общем, я рублю, друзья, 21 поленье. Это будет несложно. И я даже успею до конца дня. Сейчас около 3 часов до 6-7 вечера. Пока он там ходит, бродит, ловит, высматривает свою рыбку. Я однозначно успею. Щука! Реально щука! Вы посмотрите! Рыбу добавили! Блин, а у меня нет этого копья. А как его создать? Где оно вообще находится? Управление, технологии даже не знаю. Не находил еще, друзья, но где-то, где-то, по идее, вот здесь. Куплено, куплено, куплено. Рыбацкие ловушки, длинный лук, крысиная, может быть, рыболовная сетью. Но где-то я точно находил, что их добавляли. Каменное, так, копье. Где-то, где-то буду дома у себя. По-любому, по идее, должна была здесь быть. Но что-то я как-то и не вижу. Но вот теперь можно реально ловить прям рыбу. Топором пугается. Не хочет. Друзья, набрал, как вы видите, набрал этих поленьев. Теперь просто под завязочку. Посмотрите, 79 килограмм уже тащу. Вот что делает сумки и наплечные рюкзаки. С изогнутыми двумя луками. Короче, мне осталось только дойти вот до этого рыболова. И еще и по водичке. И сдать ему, и таким образом завершить наш квест. Принимай работу. Уже какой-то странный подозрительный туман начинается. А вот и те материалы, которые ты хотел. Репутация династии плюс 30. И, друзья, давайте проверим. Наконец-то мы этого достигли. Вот, основной сюжетный квест. Я набрал эти 5000. Я набрал, не скажу, что это было просто. Но мы таки набрали. И осталось только дождаться получить наследника. Правда, у нас есть еще одно задание. Причем 10-го левела, скажем так. Я надеюсь, это последнее уже. Насчет Алвина. Мне осталось ему отдать изогнутый лук, который мы купили благодаря нашему подписчику. Что ж, вернемся домой. И давайте завершим и его. Поздно, друзья. 7.23. Но я надеюсь, он со мной еще поговорит. Алвин. А, он бухает в трактире. Все нормально. Сейчас мы с ним разговоримся. Так, Алвин, Алвин, Алвин. Где ты, Алвин? Я принес тебе твой лук. Здесь у нас изогнутый лук. Достойный хорошего охотника. Хоть он и меньше длинного лука. И его легче носить с собой. Он обладает той же силой, если не больше. Это подходящий инструмент для охоты на зубра. Вот так вот. То есть, это очень щедро с вашей стороны. Тем не менее, до сих пор не знаю, как найти бизона. Нет, увы, это узнаете от Самбара. Но мне нужно знать, прежде чем у меня появится шанс стать его подмастерьем. Ах, да, извечная проблема, что появилась первым, курица или яйцо. Но не волнуйтесь, я знаю, где вам найти вашу первую впечатляющую игру. Где-то в лесу, к северу от Борова, прячется бизон. Должно быть, именно там его логово. Большое спасибо, но вы и правда думаете, что я смогу это сделать? Алвин, единственный способ узнать это, решиться и попробовать. Я знаю, что вы сможете сделать это. Вы правы, я могу, я сделаю это сегодня. Я сдерживался достаточно долго, но теперь я действительно кое-что вам задолжал. Вы будете меня навещать, когда перееду жить в охотничий домик? Конечно! И убедитесь, что у вас всегда есть остатки тушеного кролика. И мы выполнили этот квест. Хорошо, прощайте его, возьмите их. Они мне больше не нужны. Короче, он отдал нам свою железную утварь, которую мы, кстати, сможем загнать, если у девочки не появились монетки. Мы у них все монетки выглядели. А это, кстати, железная коса. Нам и самим, в принципе, может пригодиться. Можно оставить. И что-то он там еще нам дал. Я как-то не заметил. Но, друзья, самое главное, самое главное, получается, мы полностью выполнили. То есть, здесь я сейчас посмотрю. Подожди, дневник. Да, здесь получается максимально 10 уровней квестов. И это мне висит... Вот это сюжетный, получается, это девятый. То есть, это предпоследний квест. Далее, за ним после рождения наследника будет еще один. И получается, что мы прошли игру. Ну, как-то так, получается. Все побочные мы с вами сделали. Испытания прошли. Осталась история Юни Госта, которая говорит, что нужно дождаться следующих событий. Ну и глава девятая. Династия продолжается. Осталось ждать только наследника. Но ждать осталось уже недолго. Ну, не так долго. Где-то, по моим расчетам, зима пройдет и весна. То есть, все равно, где-то полгодика. И у нас уже, друзья, завершение сезона осени. В 12.00 произойдет обнуление. Вот так вот, правильно. Я хотел посмотреть, что эти здесь наделали вообще. И все, и не засеяли. Короче, я понял, чем я буду заниматься. Что-то я не проконтролирую. А, пшеницу все-таки засеяли. Молодцы. А вот всего остального полполя пустует. Значит, беру доступные семена. Ты куда пошел? Ты что, плохо так поработал? И буду, пока что не сменился сезон, друзья, засеивать всем, чем есть. День свадьбы. Вас и ваших жителей пригласили на свадьбу. Все будут присутствовать на церемонии и весело проведут время. Оказывается, я был еще, друзья, не женат. Ё-моё, так получается, тогда мы еще и наследник они делали, выходит. Я-то думал, когда я сделал ей предложение, автоматически мы типа и женились. Потому что она же перебралась ко мне в избушку-то. Но не так все просто. Получается, это произошло только при смене сезона. То за пару плюс 15 настроений ей, так понимаю, прибавилось. И давайте будем праздновать всю ночь. Плюс 30 настроений. А, это мы должны выбрать. Ну, конечно, всю ночь плюс 30 настроений. Да? Выберите ответ. Всю ночь. Всю ночь. Свадьба прошла потрясающе. Все будут помнить это неделями. Эффекты этого сезона у всех жителей деревни настроение 30. И это круто. Короче, гуляли все до упаду. И, наконец, я думал, что это у нас произошло раньше. Ведь я раньше еще вас в комментариях и в предыдущих сериях приглашал на свадьбу. Но, оказывается, это случилось только сейчас. Вот так вот. И я не совсем... Я не понял. Кто? Вы посмотрите, что произошло. Что за саботаж? Кто прокрался мне в первую спальную... Вернее, в первую брачную ночь кто-то к нам прокрался. Ё-моё. Я-то думаю, что у нее настроение падает. А крыша-то у нас, оказывается, друзья, прохудилась. Вы посмотрите. Хотя 63% состояния дома поврежденный, блин. Понятно. И женушка недовольна. А уже на улице зима. Как можно жить с дыркой в доме? Ё-моё. С дыркой в доме жить нельзя. Нужно что-то с этим срочно делать. Короче, я засел ночью сколько успел. Немножко не успел досеть. Но ничего. Надеюсь, работники мои теперь с этим справятся. Пришла, друзья, зима. Да, пришла зима. И я хотел опять в который раз заняться усовершенствованием обновлением деревушки. Тем более в последней обнове добавили дорожки. Но все никак до этого не найду. Вы понимаете? Че вы здесь стали? Что вы тусуетесь? Нужно будет пересмотреть эту работу. А, это полевики, это собиратели. Понятно. Делать вам-то нечего. Да, погуляли на свадьбе. И всем все хорошо. Насколько? 42%? 31%? Что за фигня? Почему у всех такое маленькое настроение? Походу, друзья, мне нужно срочно заняться ремонтом домов. У них, походу, тоже прохудился домик. Я так понимаю, что у вас тоже... Да, блин, подожди. Что у вас тоже дырка в крыше? А ну, зайди, покажи. У вас лучше, чем у меня. У вас-то дырки в крыше нету, а вы еще и недовольны. Не, ну вообще. Вообще, а что так сильно упало у всех настроение? Я не понял, что за фигня? Было по 60, по 50. Оно-то подымается. Но что это как-то или новая шкала? Посмотрите, вроде все довольны. А в процентах это очень мало. Короче, не знаю. Надеюсь на ваши комментарии. А сейчас срочно нужно заняться ремонтом своего дома, пока женушка не прибила. Короче, друзья. Но делать это будем по-другому. Ой, чтобы наследнику было тепло и хорошо, я предлагаю не ремонтировать его, как это все дело обычно. Подожди, где-то у меня было, где-то у меня было, а где было? Во! Во, что я возьму. Я возьму с собой кирку. Да. О, так зачем? Подожди, какая кирка? Подожди, не надо мне никакая кирка. Я позже возьму кирку. Пока что не надо. Так, а где ее дел? Куда она все девается? Куда все это девается? Так, о, кстати, кирка сюда, коса сюда, чтобы мне это все дело не мешало. Не мешало таскать. Вот что я возьму. Я возьму, друзья, камень. Нифига себе 100 килограмм. Камни дофига весят. Значит, я возьму 25 камней. Вот так вот, под самый-самый притык. И буду срочно делать свой дом. Давайте усовершенствуем и сделаем нормальный, солидный, скажем так, домик для того, чтобы было проживать в нем не стыдно. Единственное, я вот думаю, а как это делать? Так, обновить, обновить и это штукатурка. Нет, не то. Я не хочу штукатурки понизить и это нифига, да? Уничтожить, отремонтировать. Хотя почему-то не ремонтируется. Почему не ремонтируется? А, кстати, а ну подожди, крыша вот так вот не... А, соломы, просто вот так вот докладываешь, да? И оно ремонтируется. Ну, сейчас это протестим, проверим, чтобы уже узнать, как я сказал, все механики игры. Солома, солома, солома. То есть, ремонтировать, насколько я понимаю, можно уже разрушенный. А, о, и здесь дыра. Да, понятно, вот так вот, друзья, происходит урон имуществу. Блин, немножечко не хватило, подожди. Вот это можно было вообще поесть. Да, ё-моё, я же сюда хочу наоборот выложить. Вот так вот, нормально. Вот так вот происходит, друзья, урон имуществу. Три палочки, раз, два, три и всё. Она снова зелёная, понятно. Значит, нужно посмотреть, какие дома в деревне разрушены. Но первым делом справить себе крышу. Потому что, как же можно так выживать-то, собственно, с такой крыши? Всё, зелёненькое. Но, это временное решение. Я хочу, друзья, по-нормальному сделать по-нормальному. Людвига, сейчас всё будет, сейчас всё будет. Подожди, жёнушка моя, сейчас всё будет. Короче, что мы с вами делаем? Так, я так понимаю, вот это мы берём. Дай на свой страх риск. И уничтожаем нафиг. Вот это я рискнул, да? У меня показывают, что Людвига осталась без дома? Походу, Людвига осталась без дома. Да, бездомный, Людвига. Подожди, подожди, не расстраивайся, сейчас всё будет. Сейчас всё будет. Так, подожди. Строительство. А здесь выбираем самые лучшие. Мы выбираем стены. Каменные. Во! Во! Людвига, я же сказал, сейчас всё будет вообще. Полено и камень. Так, полено. И забрасываем камень. Вы посмотрите, сейчас всё. Во! Красота! Отлично! Вот таким способом, друзья, я и буду всё сносить. Я надеюсь, жёнушка моя за это время, блин, меня хотя бы не бросит. Редактируем стены с окнами. Выбираем вот так вот каменно. И будет ещё здесь окошко. Ей забацую. Камешки заброшу. И таким вот образом, друзья, начну я чинить свой домик. Потому что по-другому никак. Тем более, зима на носу. Ну что, Людвига, милости прошу. Сейчас, подожди, солнышко. Во! Я закончил. Я закончил. Вот так теперь выглядит наш каменный дом. А что делать, кстати, с крышей? А, ещё есть перегородки. Блин! Подожди, я не закончил. А что там у нас? 34%. Недовольная жёнушка, нужно действовать быстрее. Блин, как мне вот это? Простой плетёная стена, да? И там ещё нужно строить. Просто обалдеть. Дорогущее строительство выходит. Но мы сделаем, скажем так, капитальное. Так, вот так. Так, вот сейчас посмотрим, как это будет. Ну понятно, всё каменное. А что ещё? Мне кажется, ещё и с крышей придётся сделать. Но подождите. Давайте разберёмся пока что с перегородочками. Я, кстати, друзья, заметил, что у меня у самого уходит здоровье-то. Ё-моё, тихо ты, блин, тихо. Давай переоденемся, потому что я не переоделся сам в зимнюю одежду. Так, капюшон. Нафиг капюшон, да? Рассимир, а что ты не хочешь? А, забито всё. Так, меховой капюшон берём, меховые сапоги берём, да и всё. Капюшон обычный сюда, обувь Рассимира сюда, рубашка и соломенная шляпа, конечно же, одна лишняя сюда. Мне кажется, она тоже сейчас пойдёт. Так, меховой капюшон одеваем. Кстати, да, поверх соломенной шлапи. И меховые сапоги одеваем. У нас остаются перчатки, которые до сих пор себе почему-то не пошил. Но, а чё мы? Мы всё? Мы перестали умирать? Какого хрена мы продолжаем умирать? Или мне так кажется, здоровья-то отбавилось? Или я, возможно, я что, отравился? Да нет, нет. А, я нет, я охладился и переохладился. Вы только посмотрите. 7 градусов. Я у меня, короче, проблема, проблема. Так, широколистный подорожник пока что нас спасёт. Если не нагреюсь, тогда уже буду шить себе что-ли перчатки. По идее, раньше этого хватало. Неужели починили температуру? Мне осталось, друзья, совсем чуть-чуть. Мне осталось совсем чуть-чуть это сделать крышу. Давайте посмотрим, как же, собственно, делается крыша и как она редактируется. Деревянная черепичная крыша. Деревянная крыша и соломенная. Но давайте деревянная доска и полено. А, это лучше не придумаешь. Да, получается? Доски надо. Блин. Доски. Где взять доски? Доски можно взять. Ой, доски можно взять вот там у нас в заготовке. В заготовке тут по-любому. Вот, на этом станке делаются доски. Кстати, а что здесь у нас творится? Палка, полено, глина, куча всего. Кстати, поленья есть. Отлично. Вот эти поленья и можно будет перегнать в доски. Я надеюсь, они по весу нормально. Полена, доска, дрова. Понял? Ну, так, все, делаем вот так вот, перегоняем и будет у нас как раз вот для крыши. Но дофига нужно, блин. 12 целых на одну крышу, это очень дофига. Короче, когда я сношу эту одну любую стену, она становится бездомным. И сердится, и настроение у нее уходит и уходит. Поэтому мне приходится быстренько бегать и по одной штуке вот так вот делать. Закидываем, давайте, доски. Дофига досок нужно на одну крышу. Конечно, дофигища. Так, и смотрим, как выглядит. Выглядит круто. Но нам срочно нужно делать еще одну. И, наверное, я лучше сразу наделаю досок. Раз, два, три, четыре. То есть мне надо 36 досок. А потом все это дело буду сносить. Что же за работу, как говорится. Радость моя. Я спешу, как только могу. Кстати, надела полушубок уже какой-то. Спешу, как могу. И давайте быстренько это сделать. Так, соломенная крыша, чтобы хоть не снести не то, что нужно. Так, полено. Мне бы еще полено, чтобы... А подожди, какая соломенная крыша, блин. Деревянная черепичная не то. Ой-ой-ой. Короче, доски полено, доски полено. И мне одного полена, похоже, не хватит. Так, опять она. А что ты бездомная? Все нормально. Иди в дом. Быстро грейся, пока я следующее не снес. Так, простой соломенная крыша сносим. И сразу же строим необходимую черепичную. Это топовая считается, да? Блин, и одного полена мне таки я вижу, что не хватит. А вот досок как раз вот хватит с головой. Потому что из одного полена получается по две доски. Так что у нас все нормально. Но я здесь уже выгреб все в принципе, да? У меня есть хорошо, что я построил еще вторую заготовку. И она мне, я так понимаю, что, о, отлично, пригодится. Так, возьмем здесь сколько полена, сколько мы можем себе позволить. Мне еще потом жителям нужно накидать, друзья. А мне полена все хватило. Мне потом нужно жителям, друзья, накидать. Потому что я забрал с общего склада. И сейчас вообще все начнут мерзнуть, потому что закончатся дрова в деревне. Нужно думать не только о себе, как о старости деревни и о женушке. Нужно же думать и о всех остальных. Вот такое, блин, управление. Прям так. Соломенная крыша, редактируем. И деревянная черепичная. Все, 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 все. Давай, 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 детка. Давай, сейчас будет у тебя супер домик. Закончили. Друзья, вот такой вот крутой у нас лично дом получился. Ну что, ты довольна, красавица моя? Так, Людвика. Ох, настроение повышается. Она довольна. Но, во-первых, я сейчас еще наделаю дровишек жителям деревни. Потому что, смотрите, 43 у них осталось. А 13,5 идет в час. Это очень мало. Здесь уже дров нету. Поэтому на все остальные, что там у меня осталось, я делаю дровишек. Немного, но на какие-то сутки хватит. А потом дровосеки, я надеюсь, наши подключатся. Что я еще хочу сделать? Я еще хочу попробовать вот этот свой дом еще больше усовершенствовать. Поскольку теперь от Людвики будет зависеть, друзья, наша судьба. Потому что она, если будет недовольна, она может забрать с собой вот этого наследника, который должен, по идее, у нас скоро родиться. Поэтому нужно поддерживать ее здравие, скажем так, и настроение на определенном уровне. Чем больше, скажем так, тем лучше. Так, я пока что избавлюсь вот от этого. И чем еще можно усовершенствовать? Насколько я понимаю. Так, берем, во-первых, штукатурки. Три последних попробуем. Плюс известняк попробуем. Так, можем тащить? Можем. Нормально. Короче, сейчас мы с вами попробуем еще вот этот домик усовершенствовать. Так, обновить. Вот таким вот образом. А, а здесь только известняк. Понятно? То есть штукатуркой не замажь. Так, ну и здесь я знаете, как делаю? Я сохранюсь, чтобы спросить именно ваше мнение. Понравится вам такой дом или нет? Потому что, если честно, вот эта мазаночка мне глиной не понравилась. Поэтому я все не делал. Смотрим, как выглядит каменный домик с самой крутой черепицей деревянной. Вот так он классно выглядит. Со временем я хочу сделать все такие дома. Теперь смотрим, как он будет выглядеть. Давайте сзади где-то намажем. Когда мы его заштукатурим, скажем так. Так, еще раз берем строительный молоток в зубы и начинаем обновлять с помощью известняка. Ну, ну, не знаю. Честно говоря, не знаю. Не уверен, как по мне. Опять же, спорное решение. Хотя, я так понимаю, это вообще топовое решение, которое только может быть. То есть, больше тепла, чем мы от вот такого каменного дома, замазанным известняком, мы не получим никоим образом. То есть, это самый теплый дом, который можно, я так понимаю, построить в игре. Мне просто не хватило, да, на одну стену две штучки, насколько я понимаю. Но это можно добыть, не проблема. Или поставить своих добывателей. Но, друзья, напишите в комментариях. В принципе, для снежной зимы подходит. Хотя, как по мне, то мазать... Давайте посмотрим, что там Людвика нам скажет. Как у нее настроение? 45 повышается максимально. Короче, она-то довольна. Но, как по мне, тоже выглядит очень как-то странновато. Обычный каменный смотрится вообще самый бомбово. Поэтому я жду ваших комментариев, как мы, собственно, поступим. Будем вот такой известняком обмазывать дома? Или все же будем просто оставлять каменный? К сожалению, я опять, блин, не добрался до строительства дорог и облагораживания нашей деревушки. Но случилось вот такое вот снова непредвиденное обстоятельство. Зато, друзья, мы с вами разобрались полностью со всеми квестами. И все, что нам остается... Кстати, Юни Госта... Нет, неа. Все, что нам остается, это дождаться рождения наследника. А это произойдет где-то в конце весны или в начале лета. Людвика, на тебя вся надежда. Что ж, ждем, а тем временем будем усовершенствовать нашу деревню. И именно как она будет выглядеть, будет зависеть именно от вас. Пишите советы, что думаете, мазать этим известняком или нет. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И мы с Людвикой с вами прощаемся, но надеюсь, ненадолго. До скорой встречи в новом видео по средневековой династии.